Йоу, бич! Вы находитесь на моем канале, меня зовут Артур, I'm First Feel. Сегодня мы презентуем новый формат, в котором я рассказываю о заказах, которые я делал. И первый гость сегодняшнего выпуска — это Дэншмальдс. Привет, Артур. Большое спасибо, что позвал на меня на свое шоу. Очень интересно, чем же мы сегодня будем заниматься? Артур, рассказывай. Сегодня мы будем обозревать проект для трека Дэн, великого трека Дэн, который вышел на одноименном релизе Дэн Шмальдс. Короче, фишка в том, что когда ты берешь как битмейкер себе задание какое-то на разработку инструментала, ты чаще всего просишь какое-то словесное описание и там два-три референса. В случае с Дэншмальдсом он мне рассказал идею и скинул пару треков, которые, ну, собственно, мне нужно было на которых послушать, опираться и делать в их стиле. В данном случае это был трек... Нет, 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 зачем? То есть ты хочешь всем рассказать, что мы спиздили битмейкер? Короче, Дэн Шмальдс мне скинул три песни. Вы о них не узнаете? Но суть заказа была в том, что мы делали трек в стиле старого электро-90, такого чисто бодрякового, движнякового, для определенной задачи. Но, да, задача была, самое главное, это мы должны сделать скетч-клип, скетч, то есть самое главное это скетч, а не, к сожалению, музыкальная часть. Поэтому пришлось пожертвовать тем, что мы взяли вот эти, как это, тики или как это называется, как вот расположение звуков. Да, саму структуру нам нужно было взять другого трека, потому что просто идеально подходило под тот скетч, который я хочу снять, но, к сожалению, пока что скетч не удается снять. Когда-то вы, скорее всего, увидите этот скетч. Эй, там будет охуенно, вообще вы поржете. То есть, ну, в теории, когда я получал этот заказ, Дэн мне примерно объяснил, что он хочет снять, я был немножко в ахуе. А у тебя канал для других битмейкеров, да? Ну, вообще, у меня в целом, типа, канал о музыке, скажем. О музыке, да? Да. Узкую тематику ты выбрал, бабла много не заработаешь. Короче, так, тут в начале этого трека люди, многие заметили, что есть вставочка из войса, Дэна Шмальца, как раз, когда он мне объяснял вообще, что он от меня хочет. И мне показалось смешным вставить этот войс в начале трека. Он звучит следующим образом. То есть, это просто вырезка из войса в Телеграме. Начинается трек с этого войса, и дальше мы переходим к структуре ударных. То есть, уже душа поет, понимаешь? Ну, вот этот пунгук, конечно, можно интереснее звук какой-нибудь выбрать. Там трек вышел уже. Ты мне об этом раньше не сказал. Чувак, я в восторге просто. Я в какой-то момент в своей жизни понял, что времени не существует. Я вот в своем сознании настолько преисполнился, знаешь ли, как бы, что вот эти вот ваши, вот музыка, рэп, вот это, концерты, знаете, вот видеоблог, стримы, вот эти вот, инстаграм-модели. Все настолько меня заебало, человек. Я вот настолько... Я вот хочу сидеть дома и играть в пабг со школьниками, понимаешь? Ну, как бы вот больше ничего не хочу. Ну, это тоже достойное желание, кстати. Ну, да, кстати, я уважаю людей, которые играют в пабг. Так, дальше здесь идет работа с этой структурой ударных. Она здесь вот такие вот звуки использована. Да, вот этот звук мне не нравится. Вот этот нравится. Нравится? Вот первый и первый. А вот этот нравится? Вот этот тоже такой. А вот этот? Вот этот классный. Вот этот классный вообще. Вот этот хороший. И вот это все звучит вот так вот как. Короче, просто обычный перкуссионный ход, который используется. Я очень уважаю людей, которые умеют музыку делать. Это прекрасно. Я примерно понимаю, как это все работает. Прикольненько. Но, к сожалению, сам не умею. Очень хотел бы уметь. Но мне кажется, на это нужно... Покупайте видеоуроки у меня, ребята. Это не так дорого. В принципе... Тебе есть свои видеоуроки? Платные? Я индивидуальные уроки даю, короче. Оооо. Рофл расскажу. Короче, однажды мне написал чувак. Говорит, хочу биты научиться делать. Очень хочу. Я такой, да. Но он говорит, я хочу личную встречу. А это какой-то чел с фейка был. То есть, ну, типа, я вообще не знал, кто это такой. И он мне еще дал понять, что он с моего города на Кавказе. Что я бы меня еще больше на очко посадила. А ты с Кавказа, блядь. Я все время... Я еще не думаю. А я не понимаю, да, типа. И, короче, чел мне пишет. Говорит, давай встретимся. Вся хуйня. А я, короче, соочковал. И думаю, надо с ним встретиться где-нибудь, типа, ну, в открытом месте. Знаешь, ну, типа... Но в то же время, это же обучение. Ну, типа, там нужно, ну, в акустическом месте каком-то сидеть. Короче, я не додумался на ничего лучше, чем позвать его в кальянду. Мы реально сидели 2 часа в кальянды. Я вам просто показывал разницу. Кальянцы осали? Какого круто. Блин, меня эта история вдохновила. Нет, чувак... Может, кальяри заедет? АРАБЕ! Короче, нормальная тема. Ну, в общем, типа, были такие казусы в моей жизни на самом деле. Это не самые жесткие казусы. У меня как-то, короче, мне клизму сделали и сказали 2 часа не срать. Вот там такой казус был. Ты бы знал. Короче, продолжим дальше. Также здесь на автоматизации есть реверб от Вальхалы. На мастере он там в DVC. Так делать нельзя. Вот. Я, короче, повесил автоматизацию на мастере. Здесь будет вот эта вот штука. Ну, типа, знаешь, эхо прибавляется вот. О! А, эхо больше становится. Да, типа, вот на конец этой штуки. И дальше у нас прибавляется прямая бочечка. Ты приколись, короче, я... У меня неврос случился из-за моих ебаных соседей. Я же тебе сказал, что я хочу жить, чтобы никого не слышать. Вот это бух-бух. У меня вот эта постоянно бочка, блядь, она над башкой, а не ходит. И вот меня постоянно бочка играет. И меня теперь триггерит, когда я бочку слышу. Надо засамплировать, короче, и в трек вставить. Я ненавижу соседей его назвать. Понял? у тебя есть такой стильный мерч а я тебе расскажу есть такой замечательный сервис patreon через который вы сможете поддерживать разные стартапы которые вам интересны в том числе наше творческое объединение fabuma game при помощи разных степеней подписки ты сможешь нам либо респектануть либо получить такой замечательный лонг слив или футболку или же затусить с нами на одной из съемок сингла подумай об этом а еще подписывайся на мой youtube-канал книжный чел ссылка в описании меня кстати зовут гриша мастрида помните fabuma game great замечательные люди хотите чтобы выпуске жили дальше платите нам деньги дальше короче у нас по структуре добавляется прямая бошечка вот самая простая типа вот обычная бочка ничего тут сверхъестественного и вот такой вот глич хоповский луп просто с различными перкуссионными эффектами и вставочками вот таким а где ты его взял из пака какого-то взял типа есть специально бесплатный да дальше у нас добавляются синтезаторы у нас что здесь появляется здесь используется вот эта штука это на сэмпле из того же пока глич хопова вот такая просто вырезка просто на октаву выше и в тон соответственно потом у нас добавляется здесь bass line тоже из этого из пака электро какого-то прикольный звук а как эти звуки делаются ну и они вообще синтезируются на самом деле на всяких крутых инструментах типа там либо виртуальных либо реально здесь в данном случае я использовал луп то есть я эту штуку не делал вот здесь развитие чувствуешь кайф да я придумал а вот теоретически ты можешь у чувак тебя бит заказала ты зашел короче в гараж бэнд знаешь что можно автоматически на тыкать у тебя типа рандомный бит получится можешь так наебать чувака и типа мы скинуть но это же некачественно типа будет но без штуки знаешь историю давида gspd например секунду я ее послушаю вот ты говоришь про гараж бэнд да давид gspd это такой человек который написал пару платиновых альбомов именно в гараж бэнде он всю свою музыку пишет в гараж бэнде практически на первых релизах и вот на последнем релизе он начал уже этом в лоджик это все перегружать да мне кажется что-то изменилось в нашей постановке кадры так вот и короче в гараж бэнде на самом деле писать прикольно неважно где писать главное чтобы качество выдавалось а так ну гараж бэнде нельзя вот эти кучу плагинов поставить этих можно можно нужно плагины для гараж бэнда но вообще это можно вот ты можешь на айфоне короче написать что-то а потом если что перекинуть на компьютер это все конвертируется как psd файл фотошопе только здесь у вас какой-то свой файл который софт и плана так написан что типа ты написал в гараж бэнде и сможешь этот же проект открыть на компьютере в лоджике типа в специальной программе они просто ну типа от одного разработчика и поэтому но только в лоджике может лоджик это как и файл студио в которой я работаю тоже секвенсер если что это слово называется там можно написать можно где угодно на самом деле писать в любых секвенсерах типа кому что удобнее мне было удобно и начинается файл студио я помню скачала файл студио что-то понажимал и удалил она выглядит конечно красиво но блять во всем этом разбираться сидеть это жесть восемь лет своей жизни я потратил какую-то реальная любовь к этому иметь чтобы ты понимал это 15 лет музыку не слушал я считал что застойно хоть все в наушниках реально я презирал таких людей вообще как можно музыку слушать вообще прикинь вы считали в детстве так считал сейчас я принципе понимаю принцип работают вот следующий кусок здесь у нас добавляются вот эти синты они выходят из-под фильтра собственно который мы зачекивали вот здесь эти басы потом вот эта штука тоже на спайре потом вот эта штука а то есть типа по факту мелодический рисунок один и тот же просто типа с лейрины между собой куча слоев прикольно как будто начало какого-то самая простая пространственная обработка здесь типа слезы на низа стерео шейпер ревер и сайчейн от кикстартом от ники ромера вот это такое типа бридж здесь также добавляется ревер на вальхайле через мастер и припевная часть здесь типа опять же очень простой проект просто еще с лейрины несколько типа синтов забавно блять ты короче половину гришь по-русски по району по-английски то что-то типа они снизу короче подписями специально идут соблюди короче втыкали вообще а будет транслейт да транслайт это перевод вот такой вот тип проектик ничего здесь особо сложного не было здесь вот такие вот такие еще вставки есть с перкуссионными моментами слоев то так то много здесь основная проблема была в том чтобы все эти слои между собой с лейрить как-то красиво и подобрать на слух да ты все определяешь ну там типа методом тыка подбора и на слух конечно то есть еще вот такие white noise типа просто по факту такими звуками типа пространственно тональными мы забиваем микс для того чтобы он шире звучал а и у меня самое смешное здесь еще вырезки короче записи микрофона до нашмальца есть но ты потом почте он пошел перезаписал это все на мне красиво да типа на у меня был был видос ну типа был кусочек где типа он просто говорит дэн шмальц типа сейчас мы его типа это ужасно да типа но мы ее перезаписали типа насколько я помню да я хорошо все сделал да но мы ее короче показывать не будем не получится да не знаю что посмотрел ну да видимо не получится ну и хуй бы с ней как говорили именно так в общем пока проект такой дэн шмальц ты доволен был этой работой как те 20 тысяч прослушивания да за сутки на плейлисте всем спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчики красные кнопки серыми чтобы были респект дэн шмальц пока пока